всем привет расцветает и к сожалению уже понемножечку оцветает невозможно сразу заснять полностью всю красоту потому что видите вот одни бутончики только наливаются они уже цветают такой нежный цвет нежные цветы и вот такая вот у меня скажу вот так вот он у меня растет вот в таком вот горшочки это фалидота чай линсис она у меня уже давненько ну судя по кустику конечно видно да разросся и цветет во все стороны здоровски но очень жалко что цветы держатся не так долго как бы хотелось судя по названию конечно понятно да чай линсис то есть произрастает в китае вот во вьетнаме и от 300 до двух с половиной тысяч метров то есть такая довольно таки устойчивая орхидея ко всем температурам и содержится ну зимой я практически ничего не поливаю так вот потихонечку в теплые деньки вот так все у меня отдыхает ну и вот извините у нас в ветрено все шумит все гремит но я решила нужно заснять потому что жалко будет если я не покажу такую красоту видите вот новый ростик растет и из него появляется цветонос и вот он постепенно постепенно же листики открываются и открываются цветочки такие вот всегда бульбочки совсем небольшие вот по сравнению с рукой до чтобы вы понимали что это запаха я тоже никакого не слышу класс красота кстати покажу сразу я наверное не показала в предыдущем видео название это дигбияна ринхолаилия дигбияна называется из нее делают гибрид герпик волосатая свинка да я называют ну вот это вот волосатость вот вот этой вот природной красоты запах невероятный по вечерам здесь ну и наконец практически полностью открыл свои бутоны симбидиум природные симбидиум оловианум ну если я вам скажу что он открывал свои цветы на протяжении трех месяцев это наверное нереально будет в это поверить но он нарастил свои бутоны очень очень давно когда еще у нас дома у меня дома собирались члены нашего клуба но это было давно и вот они стояли стояли и потихонечку начали открываться это природный симбидиум произрастает индия вьетнам таиланд китай такие вот такие вот интересные даже еще наверно да не полностью открылись они закрученные цветы вот в этом году получается 4 цветоноса и вот такой вот он огромные ложки растет наверное сантиметров ну 60 диаметре я бы сказала и вот такой вот длинный цветонос 1 здесь 2 и вот здесь вот два ну очень долго вот еще даже бутон есть прикормили на свою голову попугаев невозможно разговаривать ничего они тут по утрам с ума сходят берутся за семечки поэтому так ну что еще из новенького не буду повторяться что я уже показывала именно показывала да эту ванда . ванда долго очень цветут я показывала в предыдущем видео это гибрид ванда крестата на ванда курли курвифолум курвифолиум очень такие яркие цветочки и губа вы сейчас сами поймете откуда такая вот отсюда это ванда крестата один из родителей предыдущий и цветочки сейчас по сравнению вместе ставлю здесь побольше такие цветы и губа такая яркая и вот в этом году конечно он меня порадовал он она ванда совсем маленькая но по сравнению с рукой до чтобы понимали маленькая такая вот ванда . и столько цветоносов на этой стороне 3 на этой стороне 2 открыто и там вот еще в пазухах кстати еще было два цветоноса но не знаю очень она меня в этом году я когда увидела столько цветоносов думаю ничего себе ты красотка висела на ярком солнышке всю зиму то есть так вот под крышей сетка у меня 50 процентов и она понравилась понравилась такую красоту мне нарастила кстати сейчас понюхала цветочки не очень приятно пахнут ну это не самое главное это внюхиваться если нужно какая губа правда супер и вот приближу уже эти цветы тоже цветет и наращивает свои семенные коробочки дендробиум синили крепыш такой ну конечно много сил сейчас нужно тут один цветочек смотри попортился его снимем здесь вот еще один открывается этой стороны волосатик такой ну а что меня еще порадовало в этом году это вот такой вот миниатюрный аскоцентрум 4 цветоносик а такой яркий очень было жарко последние три дня и вот он свои самые верхние бутончики отсушил ну что то делаешь но все равно какая красота аскоцентрум кстати да не сказала радуюсь цветочком аскоцентрум ампуласеум китай вьетнам лаус очень красивые такие яркие я вообще не любитель не розовых не каких-то таких вот сиреневых оттенков но иногда что-то хочется мне тут такая вот желтая серединка ну как они же здорово смотрятся кто это у нас тут пожалуйста у нас и голуби есть видите кто-то говорит но они у нас такие богатыри ничего себе такими вот уж те огромные просто огромные да мы мы себя сами устроили тут зоопарк ну ладно возвращаюсь к цветочкам красота просто как же здорово когда вот так вот реально пышно цветут это просто что-то неописуемое очень маленькая кстати тоже ванночка вы по сравнению с рукой видите 4 цветоноса это здорово так вот у меня вид сзади растет кстати вот такой вот маленькой корзиночки здорово так что-то у меня здесь пахнет а пахнет у меня здесь валкириана алба какая она пахнет а запах невероятный вот только наверное второй день как кто там опять ну вот показываю вам опять смотрите класс я их очень люблю я знаю что кто меня смотрит они тоже любят поэтому думаю что никто на меня не будет сильно никто не расстроиться что я показываю еще и птичек ну в общем вернемся красоте и к цветочкам и я ее кстати недавно пересадила да наверно начнем с того что я ее купила наверно в том году какая-то выставка у нас была я и купила ее продали я так поняла что потому что она ни разу не цвела тут вот был такой вот зачаток но не знаю нет что-то тут было но цвела она наверно все таки когда-то ну в общем я ее пересадила как я сейчас пересаживаю многие мои котлеи я наверно прогуляюсь в одном из моих видео давно мы не гуляли у меня и посмотрим что происходит но я вам хочу сказать что посадка очень очень понравилось посмотрите какие толстые корешки и она сразу вырастила эти цветоносы ничего на ней на нее не повлияло и новый ростик и здесь растет и в эту сторону начала практически задних всегда будет предпоследний да ну вот нарастила еще один новый ростик ну и цветы конечно шикарные носатик такой кстати у меня у меня у меня открылся был еще одна котле валкириана ну она вот у меня что-то с ней нету я наверно на какое-то дерево пересажу так как она уже раз распускается уже наверное третий год и я все жду что что-то с ней будет хорошо но ничего с нехорошего не происходит и в общем вот такие вот цветы непонятные то губа то еще что-то в общем такое растение я его пересажу где-то будет расти сильно пальмочки под пальмочкой это глаза стик еще цветет ну вот кстати он сидим иенопсис называется это моя новинка на которую я уже показывала ансидиум иенопсис я его купила уже рассказывала хотела себе попкорн ну вот почему я покупаю все кажется что мне что что это то что мне нужно но оказывается что это не то что мне нужно но ничего я к чему это веду что просто название ансидиум иенопсис и вот у меня еще иенопсис у утре и без мой год ну в общем открыл он свои цветочки и они немножечко отличаются и тут кстати еще второй маленький ростик тоже начал расти цветонос ну почему вот два сразу не вырастить ну судя по этому они долго держат свои цветы держится поэтому может быть и распустит когда этот распустится когда 2 и этот еще на на будет свести посмотрим но это на любителя все знают что я люблю миниатюрные орхидеи но это конечно это наверное не миниатюрные это микроскопическая да ее можно только под увеличительным стеклом рассматривать вот такие вот цветочки ну вот где мой мизинец я попытаюсь сейчас вот видите то есть они очень маленькие но я так быстро покажу я когда-то купила фласочку и вот расцвел это орнитхосепхалус такое вот название орхидея произрастает в колумбии в панаме колумбийская колумбийская вот такие вот закрученные цветочки раз я уже начала показывать малышей вот покажу еще вот такого вот малыша у нас ночью был дождик он находился у меня в гринхаусе и вот вы видите такие цветочки мокрые с капельками я его перенесла сейчас под крышу это стелис и очень-очень меня порадовал в этом году он конечно немножечко покрупнее да чем предыдущие растения но тоже очень маленькие цветочки на любителя конечно но мне очень нравятся и это конечно уже такое увлечение знаете когда ты уже попробовал все и тебе хочется попробовать что-то другое и когда цветет что-то новенькое это всегда здорово а я уже как все поняли выращиваю разнообразные орхидеи мне это интересно попробовать саму себя увидеть живую что-то новенькое ну а если не понравится то конечно от этого можно всегда избавиться ну вот как можно избавиться от такой красоты и вот такой вот уже пышный кустик суперски просто и он у меня практически такой вот влажненький всегда стоит но зимой конечно он не стоит в воде но сейчас практически вот так вот может водички стоять и ничего ему все нравится и листики зелененькие пышненькие и столько цветоносов это здорово моя цветущая полянка ну вот вы видели многие из этих орхидеи которые здесь еще цветут но на чем я остановлюсь наверное вот на лоеле и леле и сангу и лоба еще один бутончик остался это красавица я очень люблю леле и они такие изящные такие это изогнутая губа это просто я не знаю я в них влюблена надеюсь что когда-нибудь у меня откроется что-то еще из моей коллекции потому что у меня много лоелей лелей кому как нравится котлей ну это не знаю для меня это шедевр и цвет и форма супер и когда сменяются одни цветы на другие в течение всего года это здорово как-то не нам и не надоедает хобби и радуешься всегда чему-то новенькому это кстати я покажу но он уже цветает такой вот один другим я его купила на одной из последних выставок мне очень понравилось я увидел большой цветущий кустик и такие цветы у него круглый но вот губа уже конечно вянет но вы понимаете да такой вот цветочек так вот вот такое вот название у него такое усохшее было растение вот смотрю начал начинают расти новый ростик тоже ну я его не стала трогать уже так и оставила и вот он у меня открыл бутончики ну красивая форма цветка это кстати я не помню показывала в предыдущем видео ну покажу на всякий случай вот такая вот интермедиа я люблю интермедиа не пахнут и это конечно такая вот винная губа очень красивая фаленопсис сандериана еще и цветет и такие вот малыши здесь но это все узнали наверное мини марк наращивает открывает свои цветочки это открылся дендробиум тран туани ай глянцевые цветы шикарные необычные красота ой здесь такую деточку он еще растит два бутончика и детку ну и там смотрю вот много ростиков ну нравится все ему значит да вот кстати смотрите какой вот я вам показала дендробиум golden а я похож формой ну такие вот кругленькие цветочки это миниатюрная котлея войнод делу почему бы и это это как лейтония ну вот скрещивают чтобы добиться такой вот круглой формы все что можно да но красивые очень красивая форма цветка брактони у меня напоминает у нее тоже такая вот губа классная 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 ну тут вот я все наверно показывала кстати вот моя скинери да да скинери она почему-то становится сиреневой хотя она альбовая форма ну наверное из-за того что уже долго цветы стоят они становятся немножечко такими вот нежно-сиреневыми ну и здесь что у меня еще открылась открывается моя лекаста это природная лекаста ароматика что-то у меня с ней поначалу не получалось наверное зима была как-то и замерзли много псевдоболь пропала и вот я ее пересадила в том году и смотрю вроде бы вроде бы что-то и новые ростики растит и цветочков выдала много конечно не такой как я ее покупала но все равно очень красивая она только открывается уже думаю запечатлю такие свисающие цветы здоровская ну что здесь здесь хизус или как его не знаю хай позже мой я даже не знаю как его произнести в общем огроменные цветы это мне моя джуди отдала спросила если у меня есть но у меня его нет и это мой малыш так и растет постепенно цветет здесь кстати антиклия кардигера ну вот только один цветоносик бутончик сверху один цветонос такие вот красивые цветы но всего один я ее тоже кстати пересаживала вот смотрю новый ростик с той стороны пошел выдала вот такую псевдоболь бочку и всего один цветонос ну красивые цветы яркая губа природа водная энциклия энциклия кардигера кто не знает показываю дарк форм на джим дендробиум еще цветет и вот покажу вам файус практически полностью тут уже открылись все цветы но у него цветы постепенно нижние осыпаются а верхние открываются такие вот средней величины цветы красивые запах обалденный повторюсь еще раз всегда говорю такие вот колокольчики ну это я вам показываю я купилась на картинку видите название дендробиум стардаст на дендробиум ламу там правильное название или здесь правильное название в общем я купилась на вот эту вот картинку но это не она конечно он похож на обыкновенный стардаст поэтому я не решила оставлю я его еще себе или нет вот так вот пока что он у меня здесь цветет я подняла псевдоболь бочки они так свисали ну так лучше видно цветы вот походкой какой мы входим да ты что прямо красавчик я ему поставила семечки на столик потому что до него уже все все съели смотри смотри я ему поставила на стол на столик семечки сюда поставила и вот он себе интересно пойдет или нет ну давайте будем наблюдать курица на как кто-то один из одна из моих подписчицы извините не могу за не помню все имена ой пошел таки ну ты смотри ну вот так вот себе все а чего нет будем кушать за столом молодец правильно а чего нет когда тебе дают семечки молодец умничка ну что ничего плохого ну и вот такая вот нежность какая красота я обожаю после дождя разглядывать орхидеи корешки долго он растил свои цветы и очень долго он их открывает но это стоило конечно того какие красивые маленькие но они маленькие но они такие забавные знаю как можно для кого кто-то не любит маленький маленькие орхидеи но я люблю это все почему бы не да все природа создает если есть возможность почему нет почему не попробовать это из серии астоната мы и не заметили да уже один цветонос отцвел дендробиум лингли я его тоже как вы видите пересадила каращу совсем свежая ну наверное месяца полтора назад я думала что он уже и не будет себе цвести мне кажется что его время прошло цветение ну я его пересадила и он оказывается здесь висит так себе под крышей и вот один цветоносик отцвел этот раз цвеол цветочки очень похожи на дженкин сиай и вот еще один есть цветоносик крупные цветы кстати такие красивые не было ему уже места где расти и я решила его пересадить и там вот уже новые растики даже растут но есть место еще начнет расти выдавать новые псевдобульбы и все будет хорошо ну наверное будет заканчивать и закончу моим любимым растением очень люблю эту энциклию энциклия кахлеата ну не знаю мне она нравится и вот она наверное это чувствует переросла вот тоже горшочек и я ее пересадила и тоже прекрасно на себя чувствует не заметила пересадки в больше горшок более глубокие и вот так вот выглядит это все дело сверху и вот этот цветонос который я поломала он дал ответвление видите верхушечка отломано но он сбоку дал ответвление и будет свистеть поэтому в общем вот так вот такая вот картина у меня на сегодняшний день всем желаю пышного цветения ваших орхидей всем пока пока